Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиосурсии, депутат Европарламента и председатель Думы партии Согласия Невушаков у нас в прямом эфире. Добрый день. Добрый вечер. Да, начнем, может быть, с таких дел европарламентских. Я знаю, буквально на днях состоялась, длительная встреча была Европарламента, Еврокомиссии, представители Евросовета, поскольку ты работаешь в самом, наверное, одном из важных комитетов, есть не самым важным по бюджету Европарламента. Это переговоры, я так понимаю, в самом разгаре, речь идет о семилетнем финансовом периоде. Может быть, с этого и начнем. Что важно знать жителям Латвии, нашим радиослушателям об этом? Как будет выглядеть семилетний бюджетный период, который начнется с 2021 года, сейчас вот именно и решается. И для Латвии на самом деле решается намного больше, чем кажется рядовому жителю страны, потому что отношение к Европарламенту, оно, с одной стороны, это где-то далеко, это не наше, с другой стороны, наверняка происходит еще какое-то, ну, сравнением с парламентом латвийским, который явно сейчас не выглядит как образец для подорожания. Все это складывается в то, что это далеко не нужно и непонятно, чем занимается. Хотя при этом разные подсчеты показывают, что считается до 20-25% от нашего национального бюджета, так или иначе, связано с европейской поддержкой. Четверть. Много. Я бы сказал бы, что это катастрофически много. С одной стороны, это хорошо. Классно, что у нас есть откуда это четверть взять, и что мы благодаря этому на четверть можем больше, в том числе и в каком-то объеме, и ремонтировать инфраструктуру, и помогать по другим программам. Если этих денег не будет, если эти деньги значительно сократятся, то почувствует каждый самый рядовой житель Латвии все эти решения, которые приняли или не приняли в Брюсселе. Был очень сложный процесс принятия бюджета 2020 года, который является, получается, последним бюджетом в этом планном периоде, и который в значительной степени окажет влияние и на следующее. Не часто бывает так, что переговоры прерываются. То есть, получается, как попался корабля на бал, или наоборот, процесс переговорный, где я вхожу в группу социал-демократов от Европарламента. С одной стороны, Европарламент, его позиция была максимальный размер бюджета, потому что позиция и Европарламента, и особенно социал-демократов в данной ситуации больше всего соответствует именно интересам Латвии. Это больше средств на социальные программы. Например, у нас шла очень большая борьба за то, чтобы сохранить финансирование молодежной программе помощи безработным. Это тоже касается не только каких-то европейских чиновников, это напрямую касается и Латвии. В результате переговоры в один момент зашли, я бы не сказал бы, в тупик, но пришлось взять паузу, потому что премьер-министры, точнее, в тот момент это были, соответственно, представители правительства всех национальных государств, они были против увеличения расходов, что тоже логично. В принципе, особенно с учетом Брексита и выхода в Великобританию. Брексит, он уже учтен, что в Великобритании в следующем году, наверное, все-таки не будет. То есть, мы исходим из такого предположения, хотя чем все закончится, никому неизвестно. И даже наука здесь не поможет. Пришлось брать паузу, просидели до полуночи в пятницу, потому что национальные правительства были против увеличения страны, которые все это оплачивают. Такие как Германия, Швеция, предположим. Понятно, что у них интерес платить меньше. Конечно. Латвия, например, интерес платить больше, он самый прямой, потому что у нас получается, ну, по-разному, вот в данный период на один евро, который мы платим в европейский бюджет, мы получаем обратно до четырех евро. Ну, в принципе, мягко выражаясь. Выгодная история. Выгодная история сейчас, когда мы говорим про следующий период, по-любому там будет сокращение. Европарламент борется за то, чтобы это сокращение было меньше. И такова позиция национальных государств. Но даже там пока планируется, что на один потраченный на европейские цели евро Латвия обратно будет получать два с половиной евро. Не четыре, но тоже имеет смысл побороться. В следующем периоде самая главная проблема, которая потенциально могут коснуться Латвии, это и коснуться, к сожалению, это сокращение в любом случае расходов на Кахиджи. То есть... В том числе на дороге, да, если мы говорим? Это, грубо говоря, если мы возьмем, как пример, предположим, Ригу, это от дорог до Национального художественного музея. То есть там и во всех этих проектах в том или ином объеме присутствовали европейские деньги. К сожалению, правительство, которое здесь уже на месте сортирует, оно к Риге относилось, относится, и, наверное, какое-то еще время, будем реалистами, продолжит относиться так, как сейчас происходит. Но, опять же, это все были европейские средства. Но то, что, опять же, для Европарламента очень важно, это вопросы защиты среды. И опять, это можно называть теорией заговоров. Можно говорить, что это придумали все, включая, не знаю, масонов, банкиров и дальше по списку. Но вопросы климата, они важны. И особенно они важны и для Латвии, и для Риги. Дело, это не угреты, Тумберг, да? Ну, поймите, если где-нибудь поднимется уровень воды, не дай бог, на лишний сантиметр, то Балдераяс, она это первое ощутит, Светсмилграйсом, а дальше остальные районы Риги. Это важно. Причем, я бы сказал, жизненно важно для нашей страны в ближайшие 100 лет. И я понимаю, что у нас не могут поднять, выполнить нормы закона о поднятии зарплат медикам в этом году. Но, опять же, не стоит забывать, что жизнь на этом парламенте не закончится. И очень принципиально, что удалось сохранить, как планировалось, увеличение расходов на именно защиту среды. Да, это многие называют модной темой, это многие над этим смеются или усмехаются. И нередко, скажем так, активность самых активных защитников среды тоже вызывает вопросы. Но от этого проблемы, к сожалению, не становится меньше. Да, если мы еще говорим о Европарламенте, вот ты упомянул такую вещь, как взаимоотношения, к примеру, социал-демократов в Европарламенте, как второе по величине фракций. Можно ли сказать, что социал-демократы вместе с народниками, они образуют такую, может быть, официальную, неофициальную правящую коалицию? Получается, народная партия европейская, социал-демократы и либералы. Макрона, да? Видимо, его группа. Ну, который сейчас называется возобновить, обновить в Европу. И таким образом сложилось, что от латвийских депутатов в коалиции это те, кто от единства, те, кто избирались от согласия, те, кто избирались от АТС-ТБ-Пара, а в оппозиции те, кто избирались от, получается, Русского Союза и от национального объединения. Они в коалицию не вошли. Это помогает вообще в работе? Нет, естественно, то, что ты находишься в коалиции, это помогает, но при этом Европарламент, конечно, является образцом, каким образом самые разные политические силы могут работать, находить компромиссы, а не устраивать балаган, как это происходит у нас в Сейме. Европарламент тоже не образец, далеко не всегда образец рациональности, здравого смысла, и там политики, политиканство, элементов шоу выше крыши, но там самые разные люди собрались. Но есть какие-то все-таки границы, да? Да и границы тоже не всегда присутствуют, потому что у нас, предположим, британские депутаты абсолютно спокойно обзывают друг друга свиньями во время заседания, то есть исполняется гимн Европейского Союза, депутаты от партии Брекзита встают и поворачиваются спиной к президиуму, к флагу и к музыке. То есть его хватает, но это не доминирует. У нас сумасшедшие доминируют, а там они остаются в том уголке, который и предназначен в любом нормальном приличном месте для такого контингента. Я почему спросил, поскольку вот как раз сейчас были эти бюджетные страдания в Сейме, вышел премьер-министр, господин Калинч, и начал, ссылаясь на свой европарламентский опыт, говорит, вы понимаете, ну чем вы недовольны? Мы оставили оппозиции минуту, целую минуту на выступление, вот в Европарламенте нам еще меньше дают. Ну тут, наверное, надо упомянуть, что все-таки в Европарламенте 750 депутатов, несколько больше. Ну и потом, я так понимаю, что это тоже такое передергивание? Это, я бы сказал, было грубейшее передергивание, потому что, да, с одной стороны выступать можно одну минуту, но перед этим тот процесс, который действительно демократический, и здесь Латвия и рядом не стояла, потому что принятие бюджета на уровне Европы, а у Европарламента меньше полномочий, чем у любого другого национального парламента. То есть он парламент, но почти полноценный, так можно выразиться. По нормативам трехнедельный обозначен период переговоров, в котором участвует комиссия, которая разрабатывает бюджеты, которые его вносят, ну как в нашем случае правительство. Национальное государство, они получаются в данной ситуации как, ну, наверное, сравнимых с Сенатом. Вот если есть страны с двухпалатной системой, тогда это Верхняя палата Сената и Европарламент. И пока не договорятся, то есть если, скажем, у нас было по правилам, мы должны были договориться до понедельника, до полуночи, как отмечалось в местных новостных агентствах, то есть до часу ночи по рижскому времени. Если бы в час ночи не было бы подписано соглашение, все, весь процесс принятия бюджета возвращается в нулевую позицию, Еврокомиссия должна опять выступать с новым проектом, опять новый процесс переговоров и так далее. Но это и есть поиск каких-то... Да, и тогда мы перешли бы, как это в случае с Латвией, ну, если бюджет не принят вовремя тогда на 1.12, и потом мы его приняли. Совсем другая история. У нас переговоры, которые проводятся, как это у нас пытаются показать тоже часть демократии с социальными партнерами, с профсоюзами, с соответственными организациями, ну, мы видим. Но у нас можно даже закон принять, проголосовать за него и сказать, ну, знаете, не получилось. Мы тут рыбу заворачивали, поэтому это не закон, а это так. Да, извините, что такой закон приняли, как сказала госпожа Монница, медикам, да. Ну, во-первых, было бы правильно в этой ситуации, я сейчас просто скажу, как человек, ну, вот с бюрократическим, юридическим, достаточно обширным опытом. Если вы приняли неправильный закон, то вы должны принять закон, который неправильный закон отменит. Тогда соберите, пожалуйста, парламент госпожа Мурница и проголосуйте за то, что вы не будете повышать. Хотя бы, да, формально собрести. Вы должны это, вы должны это сделать. Ну, ладно, у нас есть нюансы. Да, я почему спросил, поскольку мы знаем, что сейчас активно начался сбор подписей за референдум по распуску Сейма, но и поскольку, в принципе, две не очень значимые организации запустили этот процесс, многие думали, что, ну, ничего не будет. Но сейчас я вижу, что довольно, мы все видим, что довольно активно собираются подписи. Как к этому относятся согласия? И обсуждая ли вы, не знаю, на правлении, на Думе, может ли согласие поддержать этот процесс? Потому что профсоюз медиков, как мы знаем, тоже собирается инициировать сбор подписей. Официальная позиция партии будет принята у нас правление следующее, если я не ошибаюсь, так на скидку, 3 декабря. Ну, в этом году еще, короче говоря, да. Да не в этом году, но какие-то ближайшие дни совсем. И часть депутатов уже заявили наших, ну, тех, кто активно в политике, кого спрашивали журналисты, что они или подписались, или собираются подписаться. И насколько я помню с последних интервью, Янис Рубанович тоже сказал, что он планирует это сделать. Официальная позиция партии будет в ближайшее время. Здесь есть несколько нюансов. Да, процесс сбора подписей инициировали люди с неоднозначным имиджем, репутацией, и дальше по списку, взглядами, высказываниями. Если почитать их социальные сети, наверное, многие ужаснутся. Но это не меняет сути. Это не меняет сути, во-первых, что нынешний парламент работает плохо, и парламент, который принимает закон, и потом говорит, знаете, мы погорячились, мы передумали. И при этом тогда, ну опять же, ну тогда его отмените и покажите, что вы, ну хотя бы парламент, который принимает неправильные законы, потом их отменяет. С точки зрения порядка дисциплины, конечно, для любого политика осознавать, что тебя могут распустить не через 4 года, а раньше, это очень дисциплинирует. И здесь без разницы, кто эту инициативу начал. Мы уже видим реакцию, типа, давайте за счет дефицита бюджета повысим зарплаты медикам. Ну подожди, извините меня, если благодаря инициативе людей, которых называют городскими сумасшедшими, партии испугались и решили, да, мы найдем 60 миллионов и заплатим медикам обещанные зарплаты, значит, это правильно. И это самое страшное в этой ситуации, самое больное, что у нас люди, которые являются городскими сумасшедшими, которых так называют, они умнее, от них больше пользы, чем от правительства и правящих партий в Сейме. Вот беда нашей страны. Трагедия даже, да. Да, а дальше, если говорить о том, что это очень дисциплинирует, да, если политик понимает, что он вдруг бумс. И никто, да, и не политик. И не бывший политик, которому еще переизбраться надо, объяснив все, что он только что наварил с высокомерием, общаясь со своими избирателями с трибуны, это хорошо. Единственное, конечно, минус, но его нужно просто принять к сведению, с ним ничего нельзя сделать. У нас, ну, по факту, каждый следующий Сейм хуже предыдущего. И вероятность того, что когда мы распустим этот Сейм и выберем следующий, что он не будет еще хуже, к сожалению, высокая. Но это не значит, опять же, возвращаясь к тому, что распуск Сейма, он дисциплинирует. И, может быть, через три-четыре круга все-таки мы достигнем на... Снизу никто не постучит и сможем дальше начать подниматься наверх. Да, вот по поводу начать подниматься наверх, не могу не спросить, конечно, о ситуации в Рижской Думе, поскольку, несмотря на... Прямо как поперкнулся сразу. Да, несмотря на работу в Ерпаранте, понятно, что ты, как председатель партии Думы, все-таки следишь за ситуацией. Ну, есть разные варианты. Один вариант – это когда все-таки сама правящая коалиция ведет дело к распуску и к неочевидным выборам, то есть обращается сама досрочность, так можно сказать, за доверием. Второй вариант – это, конечно, попытка восстановить большинство в Рижской Думе. И, наверное, третий вариант – это когда само министерство под тем или иным предлогом, мы уже слышали вчерашнее заявление господина Пуца, пытается запустить эту процедуру. Как ты ко всему это относишься, на твой взгляд, какие есть перспективы, чтобы эта Дума доработала до 2021 года, до очередных выборов? Нет, ну, что значит, как я к этому отношусь? Больно, запятая, больно и еще раз больно, потому что не с этим и шли к рижанам. Не так мы работали предыдущие почти 10 лет, не с такими результатами. Мы всегда хвастались, я бы сказал, даже нарочито хвастались тем, что мы способны работать без конфликтов. Если у нас есть какие-то дискуссии или дебаты, мы решаем их внутри, и это ними мешает дальше работать как бы пафосно. Действительно, эти слова за последние какие-то месяцы замылили их, но действительно работали на благо города. Сейчас просто все, кому не лень, именно этими словами оперируют. А потом, когда начались вот эти все сложные времена, оно посыпалось. Люди есть люди. У кого-то появились амбиции, наверное, не соответствующие ни талантам, ни представлениям, ни моральным качествам, ни тому, как вообще нужно работать. И вот этот период определенной безвластия привел, к сожалению, к тому, к чему он многократно, как мы видели на примере истории, вот к чему это приводит. Обидно, ну действительно обидно, что могут разрушить очень многое из того, что было сделано. С другой стороны, опять же, костяк команды, он остается неизменным. Это люди, которыми можно гордиться. Это люди, которые выдерживают сейчас в самые сложные больные времена, когда вообще непонятно, что с какой стороны и где происходит. Если им удастся сейчас обеспечить большинство, это, конечно, самый лучший вариант, потому что таким образом нынешнее самоуправление доработает до очередных выборов. По крайней мере, не будет продолжаться дальнейший кризис, который, в первую очередь, если он будет продолжаться, коснется, естественно, социальных программ, мы это отлично понимаем, мы отлично понимаем, что это коснется дальнейших планов по ремонтам инфраструктуры школьной, дорог и всего по списку. Это как бы задача номер один, номер два и номер три. Но если мы участвовали в выборах единым блоком, мы получили поддержку почти 51%, 32 депутата удержаться вместе по каким-то причинам не смогли, и часть людей оказались тем, кем оказались. Тоже обидно, и особенно после 10 лет совместной работы, ну, как есть. Но если мы не смогли, тогда самое правильное, самое честное. Вот просто, знаете, имя же свое, оно тоже нужно беречь. Ну, тогда обратиться к избирателям, знаете, ну, у нас не получилось, давайте устроим досрочные выборы. Вы или обновите нам мандаты, мы будем работать дальше с большинством, если мы накосячили настолько, что мы заслужили большинства, ну, тогда хорошо, тогда пускай поработают другие, мы в оппозиции проведем время, в следующий раз предложим рижанам воспользоваться нашими услугами в управлении города. Это был бы в данной ситуации самый честный вариант. Но при этом, опять же, у досрочных выборов главная проблема в том, что это выборы самоуправления на полтора года, до следующих выборов, и мы отлично понимаем, что полтора года до выбора 2021 года это будет одна бесконечная предвыборная кампания, и риски, что в городе бардак продолжатся, они, к сожалению, опять же, сохраняются. А третий вариант, который, наверное, и нечестный, и неправильный, и который тоже грозит сейчас и самоуправление рижанам, это введение администратора. Мы помним, что в начале года, когда обсуждались варианты распуска Рижской думы, как глава администрации предлагался тогда член активный активист националистов господин Драуденч, который до этого был сам депутатом когда-то Рижской думы. Соответствующей репутацией, да. И про которого писали тогда в газетах в Ак-Разыни, что его поймали на употреблении наркотиков. О чем мы говорим, да? Да, это то, что предлагалось как администрации. И, конечно, надеяться на то, что администратор будет работать на благо рижана, я бы, наверное, таким оптимизмом бы не страдал. Обсуждается еще один вариант сейчас, что если проводить выборы дострочные, давайте выборы тогда в 2021 году проводить не будем, проведем сразу в 2025. Здесь у меня ощущение такое, что если в дострочные выборы победит оппозиция, то, конечно, до 2025 года. А если согласие ГКР, тогда, естественно, до 2021. Конечно, да. Как иначе. Но, на самом деле, не до шуток. Если в ближайшие пару недель, а здесь очень хочется пожелать Олегу Бурову успехов и коллегам из согласия ГКР, не удастся обеспечить нынешней коалиции большинству. Но есть шанс все-таки, да? Шансы есть. Шансы есть. Это было бы самое правильное. Тогда пускай выбирают самый честный вариант и перевыбором. Мне так кажется, рижане это поймут. Хотя они этого не заслужили. Я говорю про рижан. Конечно. Говоря о партии Согласия и в свете недавнего Конгресса, и в свете того, что ты единогласно был избранным председателем Дума партии, какие планы, какова дальше ситуация, поскольку и на самом Конгрессе звучали разные мнения от того, что в партии кризис, до того, что не о кризисе идет речь, а о нормальном процессе каких-то перемен и обновлений. Как ты все это видишь и какие дальнейшие планы? В партии объективно кризис, но там, где сейчас находятся политические силы в целом, наша партия в частности, ситуация в Риге, ситуация в парламенте, ну, надо быть очень сильно оторванным от реальности, чтобы не назвать это кризисом. С другой стороны, кризисы, они неизбежны в любой сфере жизни, и здесь вопрос. Если мы этот кризис преодолеем, значит, мы достойны быть теми, кто получил доверие избирателей защищать идеи Согласия. Если мы этого не сможем сделать, значит, придут другие, потому что спрос на Согласия, он все равно будет. Значит, будут другие, которые умнее, талантливее, и у них лучше получается. Но при этом, опять же, я помню 2005 год, тогда это был Центр Согласия, рейтинги полтора процента, пережили кучу расколов, Европарламент вообще не попали в Рижской Думе, тогдашняя партия Народного Согласия не прошла, тогдашний новый Центр остался во главе с Сергеем Долгополовым в оппозиции, Юрканцем. Да, были и более тяжелые времена. Юрканц просто всюду тогда пролетел. Ничего, собрались, и многое смогли сделать, и в этой ситуации опыт, и плохой, и хороший, используем максимально, чтобы из этого кризиса выйти. Но самое важное, что было на этом Конгрессе, с чем мы с этого Конгресса вышли? Мы вышли с тем, что команда сплотилась и сложилась обратно. А дальше уже от нас зависит. Да. Возвращаясь, может быть, к тому, с чего мы начали, с Европарламента уже, наверное, за это время, я понимаю, что всего три месяца прошло, тем не менее уже какие-то есть первые контакты и общение даже с коллегами социал-демократами из других стран, ну не знаю, Швеция, Германия. Есть ли представление, общаясь с ними, о том, что происходит, допустим, в Латвии и по ситуации в социальной сфере, и с негражданами, и с образованием на языках нацменьшинств? Попытаюсь ответить. Я думаю, что не стоит преувеличивать знания средних европейцев, даже если это депутаты Европарламента, а не самых больших странах, которые входят в Европейский Союз. С одной стороны, депутаты Европарламента – это люди, которые, ну, больше, чем средние граждане интересуются политикой, общественными процессами и так далее, но они представляют огромное количество партий, включая партии нишевые, самые странные, радикальные. И ситуация, хотя приходится говорить, ну, как, ну, Латвия, ну, это Эстония, Латвия, Литва, это нормально. Ну, как... Такова реальность. Такова специфика, да, географическая, топографическая. И, естественно, что, предположим, если мы говорим про социал-демократов, то у нас сейчас очень хорошо сложился контакт, и мы это формализовали в работе группы скандинавские страны Балтии. Это получается, ну, помимо Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии, и нас в общей сумме 16 человек, то есть мы уже плюс-минус группа, которую можно принимать во внимание. Ну, например, в фрагах делегации Германии 19 человек. То есть, ну, это уже сопоставимо. Хотя в лучшие времена немцы были под 40. Под 40. Под 40. Сейчас нет. Сейчас у нас во фракции, конечно, доминирует Средиземное море. Это Испания, это Италия, это Португалия. Немцы в меньшей степени, ну, скандинавы и Балтии объединились в одну группу. Благодаря этому мы можем защищать наши, скажем так, ну, неинтересно. Мы не защищаем, мы со своими товарищами не боремся, но отстаивать, объяснять. Так было бы, наверное, корректнее это назвать. То есть, у нас идет одна, получается, деменция, это Балтия, северные страны. Другое измерение, это Восточная Европа. Потому что, опять же, логично, что во многом интересы Восточной Европы, они различаются от интересов Западной Европы. И классический пример – это этот вопрос, которым занимается больше Андрес Америкс, потому что он в транспортном комитете, но он касается всех массе своих восточных стран, так называемый пакт мобильности. Он, с одной стороны, это замечательная инициатива, которая нацелена на то, чтобы улучшить социальную защиту дальнобойщиков. Ну, кто же против? Ну, я делаю таким образом, что она помогает западноевропейским компаниям. Ущерб Восточной Европы, да? И топят восточноевропейские компании. То есть, если ты родом, предположим, из Риги, а все твои рейсы проходят где-нибудь в районе Франции и Германии, и ты большую часть времени проводишь там, тебе по новым правилам между рейсами нужно обязательно вернуться домой. Это объясняется как благая цель, чтобы человек был больше с семьей, чтобы он мог побывать дома и так далее. Но если ему нужно раз в месяц, или два раза в месяц, или три раза в месяц ездить из Германии в Риг, только потому, что нужно выполнить правила, он семью не заведет при таком режиме. И плюс это, естественно, дополнительные расходы. И это выбивать будет с рынка восточноевропейские компании. Это очень больно будет для латвийского сектора. Идет на пользу компаниям западноевропейским. В транспортном комитете пока голоса распределяются примерно 2 к 1. 2 в пользу на западных европейских товарищей. То есть пока переломить еще не удалось. Но это опять же стало поводом, что мы консультируемся уже, получается, по линии от Польши до Болгарии. Такое получается измерение. Дальше, если мы говорим про бюджет, ну там просто кто в комитете по бюджету активнее, с теми и работаем. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что мы и дальше будем информировать наших радиослушателей о том, что происходит в Европарламенте. Тем более, как мы констатировали в первой части, все-таки еще дискуссии по Еврофондам еще впереди на следующий финансовый период. Нил Ушаков у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо большое.